Полезные позы для сна. Тоже я видела очень много разных мнений на эту тему. Тоже тема неоднозначная. Считается, что первая самая правильная поза – это на спине, и вторая – это на боку. Причем мнения разнятся. Кто-то говорит, что лучше спать на правом боку, потому что если ты будешь спать на правом боку, тогда у тебя якобы освобождается сердце, легкие якобы не давят на сердце, и все хорошо. А кто-то говорит, что наоборот полезно спать на левом боку, потому что когда ты спишь на левом, тогда у тебя в правильном положении получается желудок, и из него там не выходит желудочный сок, и нет изжоги, что лучше переваривается еда. Жутко полезнее спать на левом боку. И вот есть мнение, что якобы детские монахи спят на левом боку. Ну, здесь я тоже считаю, что надо все-таки индивидуально подбирать, смотреть, какая поза удобнее. Но самые, говорят, нехорошие позы для сна – это поза на животе, по той причине, что когда вы спите на животе, у вас обычно повернута шея, и там нарушается кровоснажение. И также сон в позе эмбриона, когда вы нажимаете максимально, тоже считается не очень полезным сном. Также время сна рекомендует или вообще спать без одежды, но не все могут себе позволить, да, особенно у кого дети подопоставят, не все ноги еще походят, да. Лучше, чтобы одежда была максимально комфортная, и очень важно, чтобы она была из натуральных материалов. Если у вас финансовая возможность не позволяет купить шелковый комплект, да, чтобы это было вообще-то бумажное, чтобы это было приятное к телу ткань из натурального материала. И одежда, в которой вы спите, она не должна вам нигде сжать, иначе будет нарушаться кровообращение, и ваше тело не сможет полноценно отдохнуть. Продолжение следует...